амина делает уроки всем привет всем доброе утро у нас сегодня среда время у нас полина 11 амина силу уроки делать через полтора поскольку ничего с половиной двенадцатого вот-вот мама и говорит два часа еще до школы он только недавно тоже проснулась я тоже сходила в ванну опять масочку сделала что делать по английскому и надо этот промежуток сюда написать нет нет конечно новое пиши сначала строки число на расселику число или нет вот отсчитывать тоже на английском получается то я покажу вам получается молодец старается да помню понимаешь немножко английский да можешь рассказать что не по-английскому поздороваться с ребятами на английском как это переводится молодец а когда сегодня погода по английскому можно сказать пока что нет а дождь знаешь как не знаю сюда я только знаю как будет рабочая тетрадь карандаш книга и ручка как книга будет бук ручка карандаш молодец 5 как павель павель фонту free по фо фада это 76 6 будет ну считать умеет английскому ну конечно до десяти и до Но ударение все равно ставлю неправильным, ну когда вот что-то наговорю там 1, 2, 3, 4, до 4, легко говорится вот 5 посложнее, 6, вообще сложно, 7, 7, это уже 12, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, еще подсложнее, наверное, 21, 21, 21, да, все, делает английский, я сейчас масочкой похожу, потом смою, кремом как всегда нанесу лицо, потом у нас планы доехать до МФЦ, Кристина с дятем поедет, ну я тоже с ней поеду, мне скучно одной дому будет, потому что Аминка пойдет тоже в школу. А меня будешь встречать? Ну, так я встречу тебя, ты в 4 со школы придешь, может к этому времени приедем, в 5, тем более в 5. А что мне одной дому-то сидеть скучно? Ну, короче, посмотрим, какие планы, но до МФЦ точно сегодня надо будет доехать, вот, давай делаю уроки. Как по-русски? Это моя дочка. Ага, молодец. Там так написано, прочитала? Да, я просто это забыла, прочитала. Угу, молодец. Все, я два не буду отвлекать, делаю уроки. Опять купили манго, он такой мягкий, такой сочный, я прямо представляю, насколько он будет сейчас сладкий, вкусный. Сейчас Кристина его порежет, поедим. Что-то нам понравилось. Кристина говорит, очень сладкий манго, вкусный. А меня не-то отрезала? Такой маленький получился, косточка большая была, да? Ага. Оказывается, есть манго, мы с Кристинкой вдвоем будем есть. Парух отказался, Амина отказалась, Амина сказала, не хочет. Но что-то у меня тут это... А малыши в садике у нас, Амир с Давидом ушли сегодня. Погода пасмурная. Сейчас покажу, какие фотографии. Сейчас. Вот такие вот фотографии получили, такую лапочку, да? Прям вообще надо купить рамки и повесить на стену. У них много портретов-то. И у Амины, да, и у Амеры. А, он дома был, да? Хоть я и не хотела и Давиду фотографии брать были, но я посмотрела... Они красивые. Вот я с Амина походку, мне кажется, я тоже посмотрела бы, мне тоже бы захотела что-нибудь взять. Потому что у нас уже есть с того года... Похожие, да. Там осень, там дерево осень. Вот такие вот с того года, вот. Вот видите, как бы такая вот осенняя декорация. Да. Вот с того года, да. Ну, то есть покупают каждый год одно и тоже. А не по смыслу, да. Ну, здесь вот немножечко другое. Ну, очень красивое. Нет, это не осенняя, это весенняя фотосессия. А, это весенняя была? Покажу весеннюю. Сейчас осенью покажет. Осенний, наверное, с этим саксофоном, по-моему. Сейчас покажет Кристина. Еще осенний с того года. Отдают. Угу. Такая вот у нас. Вот, да. Фотографии. Это дофига этих. Два брата акробата. Такая большая. Здесь еще у нас доведик не подстрижена еще. А здесь уже со стрижкой, по-моему. Это у Амины в садике была весенняя фотосессия. А не помню здесь сколько, 6 ей, да, лет? Такая вот. Это Амина. Это Амирчик с такой же фотосессией. Амирчик, Давидик. О, вот это мне нравится с саксофоном, вот. Вот это вот осеннее в том году. Вот эти фотографии. А это вот Давидик. А здесь еще Амина совсем маленькая, когда еще одна у них. Здесь, наверное, ей года полтора, наверное, да? А это с выписки, Кристина. У нас с Аминкой. А она как инопланетяне. Это Амина. Малюсика такая, малюсика-малюсика. Да, вот эти. А Амирчику таких нет. Это Давидик. А почему Амира не фотографировали? А потому что фотографами у меня было. Это Давидик маленький. Амира-то. Ага. Ну, у Амины есть много фотографий из больницы. Можно также им распечатать. Ну, с выписки нет, а с больницы нет. Ну, подожди, мы когда же тебя забирали с выписки, мы на что-то ведь фотографировали, только я не помню на что. Только же я из себя на телефон одну фотку сделала. Я себе не хотела фотку, потому что я себя чувствовала очень плохо. Ну, да, что-то просто, да. Я вообще даже фоткаться не хотела, потому что я очень плохо себя чувствовала. У меня не было ни желания, ни настроения, ничего, да. Просто хотела, чтобы быстрее домой. Поэтому не фоткаться. У Амины сырой дом, где мы лежали в палате, только одна фотография есть. А у Амира много. Да, можно из тех сделать, да, если уже захочем. Вот. Это вот Кристинку забирал. Порох отец, Порох и Кристина. Это Аминина, Амина. А это уже Дамитик маленький. Да, дай покажу. Это, да, вот тут уже трое их. А это в Касиме? Да, это когда забирали из роддома. Это здесь. Это в девятом. Ты в девятом Давида рожала? Да. Давида в девятом, а Амину с Амиром в десятом роддоме, да? Десятый роддом? Ой, он как. Десятый, но нефтистрое. У нас по-другому не помню. По-моему, десятый, если я не ошибаюсь. НПЗ называется. НПЗ. Вот. Так, вот такие вот феточки. М-м-м, такой маленький. Да вообще. Не, Амирчик, Амирчик. Язык прикусировал. Тоже нравятся. Да, они все такие миленькие, но... Вот тут вот я очень замученная. Первая, ну первые роды, конечно. А тоже третья тут сидела, марафитилась. У меня еще... Уже другая. Со зрением что-то было после родов. Я лежала, как раз у меня день выпуска, я лежала в палате, а у меня прямо этот... Я вот так выглазаю, как будто что-то предназарила вообще. Пелена какая-то. У меня еще паста добавляла. Все сделала, да? Умничка. Так вот я и говорю. Не надо, но у меня получился томатный, да? Он все равно вкусный. Я люблю такой. А мне так вкусно. Стэндап – это встать. Сиддавн – это здесь. Open your books – это открыть свои учебники. Close your books – это закрыть свои учебники. Pen – это ручка. А пропустила? Бокс. Ну, close your books. А, то она есть, да. Pen – ручка, book – учебник, pencil, карандаш, workbook, рабочая отсказь. Поговорим. 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 Она говорит, через год уже в 3-й класс, еще только месяц 2-го класса отучилась. Скоро каникулы. Через год, может, даже в 4-й. Вот видите, как у нас погода. Нету сахара. Сейчас я посмотрю, не знаю. Ты теперь русский делаешь, да? Теперь русский делает. Надо уже батарейки новую купить. Уже тускло. Что случилось? Работа. 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 Сделала русский. Теперь осталась литература. И по литературе нужно сделать нам одну потешку. Сочинить. И ни у кого в голове ничего не придумывается. Ни одной потешки. Можно в интернете полазить. Где туда выбрать. Нельзя? Ну, наподобие что-нибудь там. Частичку взять, частичку самим придумать. Вот, короче, думаем, придумываем потешку. Давай, убирай русский, убирай английский. Все уроки сделала. Аня, за тобой зайдет? Я знаю. Все, Амину теперь лифт возит. Теперь она у нас сама спускается, сама поднимается. Вот, да. А то раньше приходилось нам за ней спускаться и подниматься. Амазон у меня есть. Угу. Дети. Угу. 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 Кокаин. Отбойте зонтик брать. Нет. Ну, нет. Участаюсь. Участаюсь. школы 5 не дайте моросящий чуть-чуть на поцелуете иди хорошо я ничего не скажешь в ответ то да наверно это у тебя надо спросить английский не положила в столе нет значит давай проверим все позже все давай хорошего дня давай пойдем пошли мы смотрите машину поставили во первых вообще нельзя здесь машину ставить нам не выехать хорошо что отсюда машина уехала да да там все вот ну понятно вообще так нельзя ставить машину напротив подъезда потому что мало ли скорая да вот так он все взял все мы поехали в мфц а куда мы сейчас поехали сначала едем на труфаново 29 по труфаново вот а потом перчат поехали по делам а я бы они поехали по делам кристина взять и моя поехала с ними потом надо будет в руку заехать купить аккумулятор да ну короче я с ними поехала навязалась так можно сказать скучно дома да увязалась не навязалась увязалась за ними как хвостик спасибо погода у нас конечно вот такая вот ужасная дождь мерзкая холодная сырая где наш сентябрь теплый почти 30 градусов спасибо на мусор спасибо это его наивда процелять обед какого дня у нас лежит а сегодня брал с собой вот еду потом вернулся до магазин то будем заезжать там на час уже новогодние все по выставляли до дома шара начнем выставляли фикс просить надо будет все равно за бумагой за бумагой песок нас дома закончился заедем куда нибудь у кристины еще до сих пор не восстановилась после болезни запахи можно ли отходит ну предприСТРЕЛ к ней да еще что найдешь там все грязи вот и сломка есть вот сколько открытый да и открытый закрытый там там вот Водоканал. А, вон, вот, я работаю, вот, вон, где водоканал. Значит, сюда, да. Я работаю, канал. Кристине нужно отдать данные, счетчик на холодную воду. У нас, по ходу дела, там, что-то... Мы меняли, да, счетчик. Счетчик на воду в марте. А показания должна была отнести дом правительницы. Потом она сказала, что относится с Ави, а куда относится, она ничего не сказала. И вот мы с марта месяца протянули, вот сейчас... Да. Ну, мы платили по 500 рублей. Как приходило там по 500 рублей, минималка получается, да? А у нас всегда... Нет, сначала приходила полная стоимость там. По 2 900-к обычно? Ну, да. По 3. Да, типа, потом должны были пересчитать, никто не пересчитал. Да. Сейчас приходят по 500 рублей, вот пойдем сейчас, Кристинка, пойдется узнать, чего как. И они чувствуют, что там 1020 насчитают им, да? Придется доплачивать. Ну, короче, как-то вот так вот получилось. Ну, что доходит? Так, понятное дело, просто никто ничего не говорит. Мы откуда вообще знаем, да, вот, куда, чего надо. Ну, не знаю, короче, мы должны были это узнавать, или староста должна была это дома говорить, непонятно. Паруха там смотрит рулики. Какие-то. Конечно, что, естественно, что... Не сюда? Обед. А что, как рано обед-то время-то еще? Там с половины двенадцатого до часа. Полчаса. А куда сейчас поедем тогда полчасика? Тогда поехали до МФЦ, доедем. Поехали до МФЦ полчаса, что-то не сидеть же полчаса. Ну, запишешь там. Да. На измене участия. Ну, короче, мы едем в МФЦ. Получение? На получение, да. Ну, возьму явочку, чтобы меня записали, потому что в интернет... Заявление писать? Заявление писать? Да, да. Не по нашему участку, а которые получаем. Да. Должны. Да. Надо взять явочку. Сегодня ничего не буду писать. Потому что яблочку в интернете не могу писать. Там какая-то непонятная система. Здесь дорога такая плохая. Идем в МФЦ. Сейчас сыру. Сера. Так, все, мы сюда зашли. Оказывается, не здесь надо писать заявление, а в районной администрации. Надо будет ехать в ям. А он все смотрит, как строить. Куда сейчас съедем? Куда съедем? Завтра. Ага. Ну да, а потом туда, в принципе, там. Все деньги там, делал? Сейчас здесь пойдет автозапчасть, аккумуляторы. Вот. Ага. А ты там закрой форточку. Все, поменял аккумулятор. Старый на новый. Потому что сегодня у него утром. Уже и не только сегодня, да? Уже пару раз не заводился. Машина не заводилась. Все, Кристина ушла. Вот этот ВД-канал. Стоим, ждем. Открылся хоть, пока мы ездили? А, ну да, все. Как раз ровно. Четыре минуты второго. Вот предварительно позвонит, придет, посмотрит. Счетчик. Счетчики, да. Угу. Вот. И передаст... Данные. Данные. Вот и кашель. Компанию. Ага. Которую, ну, по воде, в общем. Там сделали насчет. Все ясненько. Че, немного поваляться? Подается? Да? А потом уже, говорит, поваляться. Нас тут меняют трамвайные пути. Будут новые трамваи привезли в город. А они не подходят, да? Вот эти пути не подходят трамвайные. Поэтому нас по всему городу меняют пути трамвайные. Это вы про что? Я писала заявление, а вы живете в марте месяце. И домой сразу, да? Решили сейчас в Чижих заехать. А за ботинками попозже Фару хочет сходить. Говорит, схожу, нагреюсь, приведу себя в порядок. Побреется, а? Уже не пойдет, да? А, уже не хочет, да? Почему? Сериал будет. Да, он сейчас, короче, по Чижику пройдет. А сейчас хотим у Литая зайти. Хорок дома поедет? А может, с вами пойдет? Да, сделали два дела важных. Махарушек по 49 рублей. Макфа. Килька. О, тушенка. Свиная. По 129 рублей. Да, ладно, да? Крекеры малышам. Они любят такие. Я раз поснимаю по 69 рублей. Я не люблю, да? Печенья-то? Да, они как-то их... О, фига, здесь по магазине они по 89, да? По 100. Вот эти возьму. Я люблю такие печенюшки. А и вот такие. Вот такие. Два разных возьму. Вот такие я тоже люблю. По 69. Такой в магазине по 200 рублей. Смотрите, рулет удобный. Хорок, кстати, такой любит рулетик. А, попкорн-зал. Тут вон есть мюсли. Всякие разные. Кокосовый. Ореховый. По 39 рублей. Хлеб нам не нужен. Нет, я не знаю. Это как мы уже говорим. Я с ним пока не покажешь, а я вот эту кулю. О, кстати, тут можно кашечку Давидику взять. А нам надо кофе взять. Давайте кофе я сейчас возьму. Еще кофе есть в банке. 450 рублей. 200 грамм. Ну, не знаю. Думаем, не думаем. Такие кашечки возьму Давиду. Молочная гречневая есть. Я вот злаковый банан возьму. И молочная овсяная клубника. Наверное, клубничку возьму такую попробовать. 34 рубля. Взяли перепелиные яйца и колбасу. Давиду кашку. Сыры. Ну да, прикольно. Феста по 149 рублей. Сыр есть плавленый. Что взять? Хочет? Не, а прилили просто, да. Порезано просто, да. Смотрим. Грудка. По 179 рублей. Знаете, я не сказала бы, что выбор. Выбор хороший. А корочок. По 200 рублей. По 159 рублей. Есть вот такой вот корейка. Кристина, не хочешь корейку взять? 159 рублей. А, взяла. Взяла она уже. Потому что она любит такое. Всякое есть. Кельные стирки есть. Для сантехники, для почистки труб. Кстати, вот такой вот жироудалитель для газопитания. Не, не буду. Нам нравится этот. Азелит не буду брать. Вдруг не понравится. Они там уже набирают себе эти. Чебуреки. Нам понравились очень чебуреки. Тут есть шампуни. Гель для душа. Для мужчин гель для душа. 149 рублей 750 миллилитров. Смотрите, какая красивая упаковочка. Похожа даже на Нивию. Дезодоранты по 169 рублей Рексона. И гарниеровский дезодорант тоже 169 рублей шариковый. Но я больше люблю твердые. Хэдден. 699 рублей 750 миллилитров. Смотрите, какая большая туба. Это по 149 обычные шампуни. Крутись по 229. Ну что, набрали? Классанчики. Шампиньоны. А, сахар. Вот. Процесс? А мы даже и не вспомнили про сахар. Да, и мука. И мука. И возьми муку. А он там килограмм. А, 500 килограмм. Какая такая? Сахар-то? Да. Мелкий. Ну, наверное, нет. Такой процед. 108 рублей. Да. 2 килограмма. Да, 2 килограмма. Набирает, набирает. Там еще есть, по-моему, бутылка в запасе. Давай еще возьмем. Там одна бутылка в запасе есть и все. И, да, и больше нет. Одна в запасе только. Вон по 89 можно взять. Здесь зато литр. А там по 800. Вот. Мой варенье. Смотрите, клубничное. По 179 рублей. Ата малиновая. Черная смородина. И здесь абрикосовый джим. По 79 рублей. Вот так снимай. Народу сегодня мало. Я прямо кайфую. Ата у нас ананас с кусочками. По 99. Крис, представь ананас. Крис, 99 рублей ананас. Давай возьмем. Не будем брать? Все равно салат иногда делаем. Думаешь, не вкусный? Ведерочко удобно. Смотрите, зато места занимать не буду. Смотрите, говорю, показываю. Какая красивая корзина. У меня фантазия сразу разыгралась. Сюда, говорю, что-нибудь красивенькое поставить на стол. А форох взять такой, говорит, нет. Мне, говорит, еду в постель приносить. А, это что такое за контейнеры? Сколько тазик стоит? Хочешь возьмить? А зачем нам тазик? Бедро 300 рублей. Тазик тоже 300 рублей. Белье носить-то? Смотрите, какое экономное место. Смотрите, как вот экономит хорошо. Ну, вот это вот на нагреве. Да, у нас есть, да. Да, это все. На машине надо протирать. Постоянно, да. Термос, смотри. По 599 рублей. Ну, ну смотри-ка, сэндвичи делать. Тысяча рублей. А что, ну-ка, маленькая? А зачем тебе? Мантушница-то? У нас же есть. У нас же есть, но мантушница зачем? Он спорит. У нас плохая мантушница. Видите, какая интересная электро-кастрюлька. 999 рублей. Получается. Ну, маленькая такая. Вот на одного человека, бабушкам, если вот варить. Получается. Раз, два, три. Полка, вон, красивенькая. Она больше. У нас это середина, у нас все занимает. Тут середина нет. Отпариватель. Смотри, 900 рублей отпариватель. А вот еще вот такая вот середина вот здесь. Смотри, как красивая. Кристина, смотри, для фруктов какая корзинка. Смотри, как для фруктов корзинка интересная. Положила. Для фруктов корзинка интересная. Они в самом тушницу рассматривают. Я им все показываю. Вы что решили? И машинку? Нет, я все покажу. Вверх поднимается? На море показывал. Сколько здесь такая стоит? На море там тысячу рублей. Ну что, решили мантушницу взять, что ли? Да? Решили взять мантушницу. У них дома, кстати, есть. Я не знаю, что они тут вырешили. Ну, хотят обновить. Но это пониже. Я хотелось бы. Четыре, конечно. А четыре? Зачем нам четыре? Ну, три не хватает никогда. Почему? У нас народа немного. Тут миксер есть. Есть, смотрите, с той стороны. Да? Мне кажется, нормальный три. Так, все-таки. Лампа, настольный светильник. Утюг, смотрите-ка. Воздуха. Четыре яруса. Вот так-то написано. Ну, четыре. Вот первый ярус, второй, третий. А, может, там тоже есть. Поняла? Ну, написано четыре. Ну, вот. Так, по-другому, концерт разберите. Сейчас прямо здесь разберем, посмотрим. Вот устроили. Ничего. Здесь, кстати, киндер и вообще дешевый. По 89 рублей. Два. Три. А, не, три. Сама кастрюля. Ну, может, считается кастрюля, отсека. Правильно, я не считаю. Ярусы. Ярусы. Нормальная мантушница. Все, хватит вам три яруса. Мы всегда три используем, в принципе. У нас тысячи четырех яруса нет. Три четырех яруса нет. Она здесь больше влезет, мантушница. Угу. Один, два, два, два. Они слипся. Вся покупка у нас вышла на три триста. Мантушница. И на тысячу триста продуктов накупили. Зашли погулять. Так посчитать. Аккумулятор. Ну, да, уже вышли на улицу. Семь триста уже потратили. Вышли погулять. Ну, мы сейчас пойдем до Альтейра погуляем еще. А Фарук домой поехал. А в Альтейре мы ничего не будем. Не, мы просто погуляем, да. Я просто колготки только даю. У Амирчик. У Амира нет колготки. В детском мире по 99 рублей колготки. Две, да. У Альтейра с Крестинкой прогуляться. Она хочет колготки Амиру посмотреть. У него все маленькие уже, да. А вот одни, которые с мячом, вот эти футбольные у него. Еще более-менее. А почему там? Еще одну тоже, да. Сегодня ему тоже одевала. Да, тоже нормальные подошли ему. Ну, короче. И штаны еще можно в садик. А еще где-то у него были с этими, как, амангасами-то. Амангасами, так их уже давно не видно. Может, у Давида где-нибудь лежат. А я ему сейчас куплю две пары штанов. Помнишь, что в детском мире тоже хорошие штаны купила? Вот такие тепленькие на фрисе внутри. Вот тоже можно будет ему еще посмотреть. А то он уже изо всех штанов вырос, да? У него только две пары пока нормально на данный момент. Можно купить его покупать. У него две пары. У него джинсы 116 размера. Он худенький у нас, да. И штаны 116 размера. Ему 116 большой, а 110 ему маленький. Он как-то между тем и тем, да. Плюс он худой. Ему штаны, если выбирать, нужно, чтобы прям затягивать. Да. Либо резинку туда вставлять. Вот джинсы я ему купила, а они полностью затянутые. Натянутые на последние пуговицы. А по длине большие, а 110 маленькие. Да, но все равно брать 116, там просто резинку вставлять в пояс. Так и стоит. Прошу в детский мир. Я пойду Амиру посмотрю в штаны. Такие же, смотри, есть и спортивные штаны к такой кофте. Тоже 1200. В один голос. Сейчас найдем Амиру. Я Амир возьму две пары. А вот, да, вот такие ты ему брала. Наподобие. Посмотрим. А то у него вырос из-за всего. Действительно. Начинается наделать все маленькое. Сейчас посмотрим тут. Это большие размеры. Не в том вот для маленьких, а мы смотрим, где большие. Вон, смотри, саботичные штанишки. Сейчас решили вот тебе пары штанов. Мы взяли вот серенькую, бежевую и черную. И смотрите, девочки, разница. Это 116. А это размер 110. А вот так по сути, подставить, они одной длины, представляете, как вот размерный ряд вот. И потом пойми, думаешь, как у тебя ребенок стандартный или не 111, но если это... Зашли в магазин еще. Уже зашли еще в детский магазин. Купила две штаны. Две пары штанов Амиру. Крысинка там смотрит полгутки детям. Но что же тут нет? Он по 119. А, ну возьми, а, мы как брали ему, да. Кстати, в том году брали, нехорошее качество. Значит, ты смотришь? Да, ему одну. Да. Размеры. Хорошо. Нормально. Бедняжка ему из-за всего вырос. Да? Да, виду, это хорошо. Да, виду, это после Амира досталось. Сейчас еще посмотрит. Сейчас я уберу в пакет. Мы натаскаем пустой стакан мусор. Куда мне мы прошли мусорки. Много чего интересного можно найти. Тоже интересные кофточки. Вязаные. Они тоже вязаные. Типа лосин вязаные. Еще одну решила пару посмотреть. Он нужно синюю взять. Одну такую, одну синюю. Или он серый полосатый. Или они маленькие, этот размер. 104. А там дальше что? Он там еще есть дальше. А ему уже 116 хочу взять. 122. 122, 128. Да, потому что они все равно садятся при стирке. Да, и потом получается как раз его размер. Короче, размеры. Две одинаковые. Какая разница, да. Да, вот именно. Разницы-то нет. Чтобы было тепло им под штаном. Что тут много товарного привезли. Там все в коробках стоит. Ничего не вывешено. Так полупустые видите. Здесь тоже все для дома уже. Они сюда зашли. Возвели еще в отдел химии. Тут шампунь какие-то неизвестные марки. Ни разу такие не брали. Вон и гель. Пену Даван брали. Неплохая, хорошая пена. Мало взяла по умоливающим. И надо бумагу туалетную взять забыли. Сейчас зайду возьму. Костяна тут нашла неплохие поделки по 29 рублей. Это магнитный пазл плюс раскраска. В адвент календарь будет влазить. В адвент календарь. Вот такие. А мини сделать такое. Детям по 29 рублей. Ну вообще. И вот такие. Лего конструкторы. А мини гостиную собрать. Детям в вертолете. И вот машинка. Угу. Вот. Вот так. По 29 рублей нормально. Классе-то интересно каждый день. Уже третий год будешь. Да? Третий или четвертый? Третий год. А тут третий. Сейчас идем на кассу уже. Тут много очень товаров, да? Неразложенного, невыставленного. Вот перед Новым годом. Как раз. Третий год. Да. Чтобы они почувствовали, что вот-вот он наступает. В Новый год. В Новый год. Фанты. Угу. Там уже будут подальки. Поэтому надо приготовить все сейчас, чтобы это было не затратно. Вот так вот. Зашел, увидел, что-то. Прихватил. Зашел, увидел. А то мы обычно в конце месяца, как раз декабря месяца, он так накладный. И еще деньги, еще кроме этого, еще выкладываешь. О, обогреватели, смотри. Конвектор электрический. Он давить пистолетики любит. По 249 рублей пистолетики. Кухня тут. Всего много интересного. И цена. На гимнастике коврики, палка. И вот тут всякого интересного. Игрушек малышам. Коляски, куклы. Ларби. Набор последнего годы. 159 рублей. Все, идем на кассу. Так, куда-то снидилась. Варенье. Чукопай. Все, тут можно много взять. Тут открыли магазин. Идем с Мартом. В Альтегире. Посмотрим, что у нас за магазин. Идем домой. Марсинка взяла щита. Горячая вода. Тепла горячая вода. Вот еще 200 рублей только. Ну, отключено. А, это куда же я, это же сейчас сентябрь. Все, ребята, мы дома. Фаруху попросила не распаковывать пакеты. Потому что сейчас покажем, как всегда, обзорчик. Она пришла, поставила их в коридоре. Ой, на полу, на кухне. Вот сейчас сделаем обзорчик. Быстренько пробежимся. Попокупать шли. Сейчас только я уберу со стола. Освобожу место. И все, мы вам покажем. Первый обзор. Мантушницы. Молоденькая, я хотела. Чижики. Да, давно хотела. Обновила. У них там уже старая мантушница. Ну, это поинтереснее. Это красивее, да. Ну, она и удобнее. Не именно красота, а именно поудобству. Потому что там вот такая вот штука, которая вот как раз в пар идет. И мантушки получаются вот так вот. Кладутся, они слипаются. А тут будет свободно только все. Лежать. Так все красивее. Аккуратно. Начинаем готовить мантушки. И кастрюлька. Можно в воскресенье манты сделать. В воскресенье у меня выходной. У меня всего один выходной. Завтра мне снова на работу. В этот раз я иду на три дня на работу. За четверг, пятнадцать, субботу буду работать. Чего ты опять будешь три дня? Вот, пока вот эту неделю все. Потом уже больше не буду ходить. Уже Антона предупредила, что пока соглашаюсь на этой неделе. Вот. Это первая покупочка из магазина Чижика. И еще тут два пакета из магазина Чижика. Но сейчас покажу покупку из магазина еще. Ну, тут уже вы видели. Это вот на новогодние, в новогодние подарки. Календарь. Квадвент календарь. Такие вот. Это кристину убирать, чтобы дети не видели. И здесь вот такие вот. Это конструктор, типа лего. А это идет у нас магнитная мозаика. Пазл, магнитный пазл. Его еще надо собрать, раскрасить. И на холодильник можно повесить. На магните он. Это Амиру, Амине и Давидику полегче. Вот так вот буквами ему. Сейчас это кристина. Вот это вот. Это попроще. Это для девочек, а Амина. А, для девочки. Ну, ладно, ошиблась. Это для Амина, оказывается. А это вот Амиру и Давиду. Ну, ладно. Не, я же мама. Ты же не знаю, что. Так как ты показал. Несу. Чушь. Чушь несу. Вот. Это вышла на сколько у нас покупка? По 29 рублей. Это 90 на 180. Да. И белизну вот я купила. Это по раковине надо будет почистить. И вот так до сантехники. Но это больше для раковины, для кухни купила. Потому что основной вот эту раковину, я не знаю, что тут за поверхность, он не отмывает. А вот белизна хорошо отбивает. Удаляет вот этот вот налет, который от чая обычно. Вот это купила для раковины. И сейчас еще покупочка. Это вот тоже в магазине еще. Вот бумагу туалетную, белизну и мыло хозяйственное где-то было. И тут купили колготки еще. Амерчику тоже в магазине еще. Такие уже в том году покупали. По 139 рублей колготки. Очень хорошие девочки. Не скатываются, каточки не появляются. Носятся хорошо. Две пары одинаковые взяла. И сейчас покажу. Из детского мира взяли две пары штанов. И две пары штанов. Вот черные штанишки. Амерчику. С белыми лампасами сбоку. Но не на по всей длине. По 799 рублей. Но по коду, если на сайте выставлены штаны дешевле, вот эти вот 550 рублей, можешь предоставить QR-код. И они тебе эти штаны уже на кассе пропьют по 550 рублей. Вот эти были по 550 на кассе, так они 799. А эти были штаны по 599 на кассе. А так цена у них 799 рублей. Вот такие две пары симпатичных штанишков. А еще тнула туалетная. Тоже из магазина еще. Вот. Это вот все магазин еще и детский мир. И сейчас я уже полностью покажу чижик. И достала уже продукты из пакетов. Это уже магазин чижик. Здесь уже была покупка на 1395. И сейчас пробежимся. Яйца взяли. Карбонат. Просынка взяла две штучки. Шамбиньоны. Она любит шамбиньоны. Завтра соус приготовит, говорит. Детям йогурт-растишку. Клубника-банан. Печенье-крекер. Тук. Это я разрыхлитель. Я взяла тоже две штучки для теста. Такие печенье вкусные. Кукмастер. Клубничные. И золотая симфония. Тоже вкусные. Они как песочные мне нравятся. Особенно вот это мне нравится. Типа куробье. Вкусные. Взяла муки. Два килограмма мука. Ой. По килограмму две штучки. Получается, два килограмма. Мука была по 54 рубля. Да, по-моему, по акции. Два килограмма. Песка тоже взяли, потому что песок закончился утром. Сегодня стали садиться пить чай. Песка нет. Клубника нашла. У нас эти в пакетиках. Пакетированный сахар. Копкорн. На вечер. Малышка. Два пакета макарошек взяли. И две упаковочек икро. Санна взяли, которые они наберут. А что чебуреки не взяли? А, не было чебуреков. Взять тоже хотела чебуреков. Взять чебуреков не было. Две кашки. Давидику попробуем, что за кашка. Ну, мне кажется, неплохая. В принципе, что там кашка и кашка. Молочно-овсяная клубника. И подсолнечное масло. Кстати, литровая бутылка. 89 рублей. Очень выгодно. Потому что в магните по 89 бутылке, ну, там идет 800 миллилитров. Не литр. Так что это выгодно. И я взяла себе влажные салфетки. Я это положу в сумку к себе. Потому что иногда бывает раз что-нибудь протереть. Вот удобно будет взять в сумке. И вот такая покупка из продуктов на 1300 рублей. Плюс мантушница 2 990. Получается 4 350. Плюс еще магазин. Детский мир. Ну, короче, сегодня потратились мы так. Пусть ли прогуляться называется, да, Кристин? Сидели-сидели дома. Вот такая покупочка. Все. Кушать на вечер. Только если сварим. Косминка хочет фунчозу сварить. Потому что у нас соус остался. Вот эта вот подлива. Осталась. Но я фунчозу не особо люблю. Я, наверное, себе гречик сварю. А они будут есть фунчозу. Детям можно макароны сварить. Короче, на вечер у нас покушать есть. Сейчас попью я кофеечку. Вот с этим печенюшками. Это все уберу по местам. Раскладу. И надо будет передохнуть скоро. Дети тоже с садика придут. Еще зять сегодня собирался за обувью. Не знаю, поедут, не поедут. Вроде он собрался и побрился. Привел себя в порядок. Значит, поедут, разобрался. Да? Чего так? Сейчас еще все разложу по банкам. И уберу на места. Мука, сахар и макароны. Два вида. Паутинка и обычные бантики. Ну все, я пересыпала. Такие вот бантики. Теперь мишелька. Сахар, мука. И вот чуть-чуть осталась муки. Не вошел всего в банку. Все, сейчас буду пить кофе. Хочу уже кофеечку я. А мы пока с Кристинкой шли домой. Так замерзли. Ветер очень холодный на улице. Вот. Все, как-то так. Сейчас попью кофе. И надо будет помыть вот эту посуду. Тут совсем немного. Одна тарелка, да, крошки в основном. Но еще две из этих сковородки. Вот. Все, сажусь в кофе. Хотели еще взять кофе в чижике. Но что-то, блин, показалось. Была бы в упаковке. Так, выгодная упаковка. Двести грамм. Якобы с монарх. Четыреста сорок девять рублей. Но вот за эту банку переплатить в пакете было бы дешевле, конечно. Потому что обычно в пакете переплачивать за банку не вижу смысла. Потому что все равно просыпаю в эту банку. Вот. Сейчас все пью кофе. И поэтому надо будет потом в магазине взять. Хотя, ну, в принципе, можно в любой день сходить в магазин чижик и купить это кофе, в принципе. Ну, вот, там кофе выгодное, дешевое. Четыреста сорок девять рублей двести грамм. Перемыла посуду, нет. Пойду посмотреть лизер. Все, Аминка со школы пришла. Замерзла, говорит, холодно. Мы тоже с Кристиной шли, из Альтвира тоже замерзли. Давай это, садивайся. Сейчас на танцы будешь собираться. Как дела? Двойки принесла? Раскать? Раскать на пятерку. По какому? По... По... Труду. Труду. На литературе меня вообще не... Там вообще никого не спросили. Да? Там только на этих сказках. Вчера кто там пришел из учебника. А опять на этих сказках? Тебе не спрашивали? Нет. Это... А, вообще... Понятно. Вчера кто там пришел из учебника. Спасибо.